Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души». Радио Свобода. Новости. Вначале коротко о главных событиях. В Харькове в двух супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства. Ранены 14 человек. Сейсмологи прогнозируют новые землетрясения в Коряке. На юге Афганистана при взрыве погибли четверо канадских военнослужащих. Депутаты парламента Ирака избрали нового спикера. В Харькове в двух супермаркетах сработали взрывные устройства. Ранены 14 человек. Все пострадавшие госпитализированы. Супермаркеты расположены на расстоянии примерно километра друг от друга на севере города. По предварительным данным, бомбы были заложены в камеры хранения. В Коряке в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов Института вулканологии Дальневосточного отделения Академии наук. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Более слабые толчки фиксируются до сих пор. По последним данным Минчс пострадали 38 человек. Семеро госпитализированы. Из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей. Прибывают самолеты с гуманитарными грузами. Материальный ущерб от землетрясения, по предварительным оценкам, превысит полтора миллиарда рублей. В Костроме избиты четыре гражданина Китая, студенты местного университета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Инициаторами драки выступили шестеро костромских подростков. Будучи в изрядном подпитии, они забрели во двор одной из городских школ. Здесь, на спортивной площадке, играли в волейбол студенты Костромского технологического университета. Все они, граждане Китая, проживают в общежитии недалеко от школы. Что происходило дальше, рассказывает начальник уголовного розыска отдела внутренних дел центрального округа города Костромы Алексей Теренин. Подошли четверо наших русских парней, начали выкликивать нацистский лозунг. Дало из России, там, поражаться, не санзурдали, провоцировать драку. В результате драки четверо китайцев получили различные травмы. Один из них сразу же позвонил в милицию по горячим следам, подозреваемые были задержаны. Их доставили в изолятор временного содержания, где они находятся до сих пор. Как удалось выяснить следствию, задержаны учащиеся костромских учебных заведений. И все они состоят в неформальной группировке так называемых скинхедов. Дракой с представителями из Азии они решили отметить день рождения Гитлера. Любопытно, что все они присутствовали на суде еще троих костромичей, которые буквально на днях были осуждены и получили 9 лет лишения свободы за аналогичное преступление. Ольга Вахончева для Радио Свобода Кострома. Радио Свобода Новости На юге Афганистана при взрыве погибли четверо канадских военнослужащих. Как сообщил представитель командования, военный автомобиль подорвался на заложенной на дороге бомбе в провинции Кандагар. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. На открывшейся сегодня сессии парламента Ирака избран новый спикером стал сунницкий политик Махмуд Аль-Машхадани. В ходе сессии депутатам предстоит также сформировать новое правительство, чтобы преодолеть продолжающийся уже более трех месяцев политический кризис. Это стало возможным после того, как в пятницу шиитский политический блок, объединенный Иракский альянс, выдвинул кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Глава переходного правительства Ибрагим Аль-Джафари заявил об уходе в отставку, поскольку против его кандидатуры решительно возражали сунниты и курды. В Чечне арестованы пять медицинских работников, подозреваемых в причастности к торговле детьми. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов. Сотрудники Управления ССБ по Чеченской Республике совместно с чеченскими милиционерами проводили оперативное мероприятие по установлению причастности врачей 9-й грудницей больницы в торговле наркотиками. Медсестра гинекологического отделения больницы одному из оперативников предложила купить трехмесячную девочку. Факт торговли снимался на слитую камеру. Малолетняя девочка была отродана за 3000 американских долларов. По заявлению генерального прокурора Чечни Валерия Кузнецова, после ареста медсестра выдала своих подсобников четырех чеченских врачей, чьи имена пока не разглашаются. Все задержанные обвиняются в торговле людьми, и в настоящее время ведется следствие по установлению, является ли данный случай продажи врачами ребенка единственным преступлением такого рода или нет. Муса Хусанов для Радио Свобода. Розный. Радио Свобода. Новости. В пакистанском Кашмире сегодня произошли столкновения полиции с пострадавшими в результате прошлогоднего землетрясения, которое требует выплаты компенсаций. Полиция использовала водометы для разгода толпы и сообщается о четырех раненых, в том числе одном полицейском. Партия ФАТХ, которую возглавляет лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, обвинила сформированное Хамасом правительство в провоцировании раскола между палестинцами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов. Глава политбюро Хамас Халид Мишаль, выступая на конференции в Дамаске, заявил, что руководство палестинской администрации сотрудничает с США и Израилем с целью насильственного захвата власти в автономии. В ответ на обвинение Мишаля, представитель палестинской администрации Ахмед Ар-Рахман заявил, что глава политбюро Хамас разжигает гражданскую войну. Выступление Мишаля вызвало также неодобрение заместителя главы правительства палестинской автономии Насера Шара, который призвал палестинских лидеров избегать резких заявлений и взвешивать каждое слово. В своем выступлении Мишаля судил отмену главы администрации Махмудом Аббасом на значение Джамала Самхаданы заместителем министра палестинского МВД, назвав это ущемлением прав правительства. Между тем, пресс-секретарь правительства Гази Хамад заявил, вопреки запрету Аббаса, что правительство продолжит формирование сил безопасности из палестинских боевиков. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль. Сегодня на улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов. По свидетельствам очевидцев и врачей в столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранено десятки людей. Ранее король Гьянендра объявил о своем решении восстановить многопартийную демократию и предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. В этом обращении мы подтверждаем, что исполнительная власть в королевстве Непал, которая находилась в нашем попечении, с этого дня будет возвращена народу. Оппозиция отвергла предложение короля, назвав его недостаточным. Напомним главные новости к этому часу. В Харькове в двух супермаркетах сработали взрывные устройства, ранено 14 человек. Сейсмологи прогнозируют новые землетрясения в Корякии. На юге Афганистана при взрыве погибли четверо канадских военнослужащих. Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ирофеев. Здравствуйте! В эфире Радио Свобода программа энциклопедия русской души. Наши гости, искусствоведы. Екатерина Дёхать, здрасте, Катя. Здрасте. Леонид Бажанов, Лёня, приветствую. И мой брат, искусствовед Андрей Ерофеев. Привет. К нам также подойдет еще и художник Олег Кулик, если он окончательно не застрял в пробке. Тема нашей передачи. Надо ли запрещать социалистический реализм сегодня? Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков. Это прямой телефон нашего прямого эфира. 8 800 222 12. Вы знаете, что это бесплатный звонок. А также мы ждем ваших сообщений. Наш пейджер в Москве 96143. В Екатеринбурге 35887200. И в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. И пожалуйста, вы это знаете, подписывайтесь и сообщайте, из какого города вы с нами ведете разговор. Я только что приехал сегодня из Нью-Йорка. И хочу специально передать слушателям нашей программы в Нью-Йорке мой пламенный привет. Я встречался с моими читателями. Оказалось, что нашу передачу слушают в Америке. И очень ею заинтересовались. Так что, дорогие американские наши слушатели, всем вам большой от меня привет. Почему мы сегодня... Да, и вот от наших гостей. Почему мы сегодня, вот в эти пасхальные дни, кстати говоря, всех с праздником, почему мы занимаемся этой темой? Надо ли запрещать социалистический реализм? А дело в том, что мой брат Андрей Ерофеев совсем недавно написал статью в Вечальной Москве, где высказал предположение, что социалистический реализм хорошо бы запретить, ну, примерно так же, как запрещали немцы и по-прежнему запрещают фашистское искусство 30-40-х годов. Тема такая спорная, я знаю, что будут разные мнения, хотя наша передача не конфликтная, но тем не менее, мне показалось, что эту тему можно обсудить. Поэтому, наверное, сначала давайте предложим Андрею высказать свое мнение по этому поводу, а потом уже устроим дискуссию. Пожалуйста, Андрей. Ну, действительно, это было интервью, не статья, где меня спрашивали про те новшества, которые будут введены в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, где я работаю. Да, надо сказать, что Андрей работает в Третьяковской галереи. Вот сейчас, к 150-летию Третьяковской галереи, готовится новая постоянная экспозиция, и в течение года у нас в коллективе шли дебаты в отношении того, каким образом трактовать по-новому уже в постсоветское время историю русско-советского искусства 20-го века. И вот оказалось, что в отличие от авангарда 10-х, 20-х годов и от нового авангарда, который возник на заре оттепеля уже в 55-м, 56-м и длится до сих пор, так условно говоря, вот это новое современное российское искусство, оба эти явления очень внятные, очень саморефлексирующие, описывающие себя, свою историю, свою традицию, и в этом смысле представляющие довольно удобный материал для интерпретации и экспонирования, и коллекционирования. Так вот, в отличие от первого авангарда и второго, существует явление в советско-русском искусстве под названием социалистический реализм, который не поддается пока что такому вот внятному осмыслению и структурированию. И что наше научное сообщество... И не было предложение его запретить. Нет, наше научное сообщество стало вырабатывать разного рода какие-то схемы, и оказалось, что предложение в итоге состоялось к тому, чтобы назвать это явление реалистической традицией в русском искусстве 20-го века. То есть произошло, на мой взгляд, такое сползание. Сползание назад по отношению к тому, что всё-таки лет 15 назад называлось тоталитарным искусством. Значит, в советское время был социалистический реализм, потом этот социалистический реализм стал называться тоталитарным искусством, и к нему, соответственно, стали относиться кто-то там с восторгом, кто-то с неприязнью, кто-то аналитически, но понимая, о чём идёт речь. А сегодня это уже вроде как бы просто русское искусство в своих традициях, которые не являются традициями западными, а являются как бы исконно русскими традициями. И в этой ситуации опасного сползания в такой идеологический дискурс отделения от общей цивилизации, от общемирового развития искусства и культуры, мне показалось уместным предложить коллективу на 10 лет, не больше, на 10 лет, вывести вообще этот материал из экспонирования, пока мы как бы продумаем его по-новому, на него посмотрим, и сосредоточиться на тех прогрессивских традициях XX века в русском искусстве, которые, собственно говоря, являются славой нашего искусства не только у нас здесь, но и, прежде всего, даже, я бы сказал, за границей. — Да, позиция понятна, но у нас из Петербурга нам Никита звонит. Фомин, Никита, ваше мнение по этому поводу? Здравствуйте. — Здравствуйте. Моё мнение, что не только надо не выводить эту традицию пока, а её ужасно не хватает в музеях. Это как раз и является самой, по-моему, интересной живой традицией русского искусства. — Вообще! — Ну, я не хочу принижать нисколько русский авангард, он был в 20-е годы, и потом появилось искусство в 50-х годах, в 60-х. Сразу после войны, мне кажется, что явления русского реализма ещё не до конца оценены. И такие художники, как Пластов, Ткачёвы, Моисеенко и Мыльников в Петербурге заслуживают очень большого внимания. Ведь дело в том, что в эти годы, помимо Ефановых и всяких картин на тему «Она была в Кремле», создавалось настоящее реалистическое, очень интересное, очень серьёзное, живое реалистическое искусство, которое сейчас, по-моему, стараются как-то принизить и не замечать. — Никита, спасибо! — Таких художников, как Сергей Герасимов, например. Понимаете, в Третьяковке что-то выставляют ещё, а в Русском музее давно уже, 15 лет, закрыт музей, закрыт отдел советского искусства. — Хорошо, спасибо, Никита. Кать, твоё мнение? — На чьей-то стороне? — Ну, может, ни на той, ни на другой. Дело в том, что я согласна с Андреем, что представлять всё это как реалистическую традицию, это, конечно, честно говоря, оскорбление самих художников, которые это делали, потому что слово «реализм», когда оно впервые прозвучало в советской критике в конце 20-х, начале 30-х годов, а именно это и есть период, самый интересный в советском искусстве, слово «реализм» употреблялось в тех случаях, критики его употребляли, когда они хотели сказать, что художник должен выразить дух современности. Они употребляли это слово, в отличие от 50-х годов, когда зашла там речь о продолжении традиции передвижников, вначале ничего такого не было, и речь шла о том, фактически, чтобы быть модернистом, в представлении Бодлера, чтобы выразить своё время. Что касается того, чтобы запрещать искусство соцреализма, это очень опасная тенденция, потому что этот запрет и тот факт, что действительно в большинстве музеев нашей страны вот уже 15 лет экспозиция советского искусства закрыта, означает не что иное, как вытеснение в психоаналитическом смысле. Мы вообще-то не осмысляем своё советское прошлое, не хотим этого делать, и в результате мы имеем сейчас то, что в нашей общественной жизни, в политической жизни, да и в культурной жизни воспроизводятся все те негативные и мерзкие стороны советского, а все те прекрасные и замечательные стороны советского, которые мы не хотим вообще о них говорить, мы их не видим, да, не хотим продолжать, в то время как искусство того, что мы привыкли называть социалистическим реализмом, следовало бы полностью пересмотреть. Вот Андрей говорит, что наше научное сообщество чего-то там не выработало, я не знаю, я лично выработала, да, как бы, и написала об этом много, и сделала выставку, и, надеюсь, что покажу её в Москве. Мне кажется, что мы должны выделить ту новаторскую линию, и ту линию поистине общественную, демократическую и связанную с каким-то развитием личности, которая в этом искусстве была и которая является непосредственным продолжением искусства авангарда. Мне кажется, что довольно много вреда принесло уравнивание этого искусства вообще с тоталитаризмом, что неверно, да, то есть просто существует такая линия, она была описана в книге Бориса Гройса, Гизон, Констерк, Сталин, художников подобных Кабакову, но она далеко не единственная. Хорошо, Катя, всё, твоя точка зрения тоже понятна. Мы продолжим через 30 секунд. Корреспондентский час, Радио Свобода. В эфире Владовещенск, Антон Лузгин. В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство... В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми... В эфире Подмосковье, Вера Володина. От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Напомню, что в эфире Радио Свобода программа энциклопедия русской души в московской студии автора ведущей Виктор Ерофеев. Ещё раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях искусствоведы Екатерина Дёготь, Леонид Бажанов, Андрей Ерофеев. А вот кулик никак ещё и не подошёл. Тема нашей передачи «Надо ли запрещать социалистический реализм сегодня?» Давайте послушаем от Валентина из Рязани. Валентин, ваше мнение? Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что запрещать-то его не нужно, потому что в его основе лежит желание, извините, жрать, творить. И желание иметь возможность творить, чего не было у многих настоящих писателей. Понятно. Понятно. Спасибо. Хорошо. Ну, у нас тут и на Пейджер уже посыпались сообщения. Добрый день, друзья, пишет Ирина. Запрещать ничего не нужно. Каждый должен видеть и осмыслить всё сам. Но для этого, во-первых, нужно хорошо знать историю, культуру. А, к сожалению, мы многого не знаем. У многих из нас мозги на бекрень. Правильно, точно, совершенно. Леонид, ваше мнение? Ну, я тоже думаю, что ничего запрещать не надо. И предполагаю, что в интервью «Вечерней Москвы» Ерофеев употребил, Андрей, употребил просто такой артистический ход, дабы привлечь к проблеме внимание. Проблема действительно существует, на мой взгляд. Мы действительно давно не экспонируем работы тоталитарного периода. Мы давно перестали говорить о социалистическом реализме, который действительно всё-таки был. Всё-таки что-то в основе этого термина есть. И какой-то корпус произведений соотносится с этим понятием. И даже с тем понятием, которое закрепилось в нашем сознании, в нашей памяти. Я думаю, что надо над этим ещё работать, думать. И другое дело, что более удачная формулировка «вывести из экспонирования». Но я думаю, что действительно это как кураторский, как музейный шаг, он может быть применён в отдельном определённом музее. Будь то Третьяковская галерея или какой-то ещё региональный, провинциальный или столичный российский музей. Можно выводить из экспонирования какие-то произведения или целые пласты произведений. Можно вводить их, можно чередовать одни стратегии с другими. Это право музейщиков, право кураторов, это нормальная музейная практика, искусствоведческая практика. Но что-то запретить, я не думаю, что пример Германии для нас в данном случае убедительный. У Германии другая судьба. И думаю, что наши немецкие коллеги тоже вернутся к введению в экспонирование значительного числа произведений своего тоталитарного периода. Там тоже были интересные моменты. И любое запретительство – это вообще не наше дело. Всегда есть в обществе, в государстве есть свои структуры, которые этим занимаются. И дай бог им успеха. Не надо, не надо, не надо желать им успеха. Ну да, ну бог с ними. Но наше дело, наоборот, вводить в обиход рассмотрения, в сферу рассмотрения, в том числе искусствоведческого рассмотрения, культурного рассмотрения, анализа, как можно более широкий круг объектов и явлений произведений. В том числе и тех произведений, которые, ну, может быть, раздражают общество, может быть, считаются неприличными, может быть, считаются... Вообще современное искусство и его профессионалы давно этим занято. И когда мы вводим что-то, то, что публика и традиционно настроенная публика считает оскорбляющим или задевающим их эстетический вкус, эстетические представления, нам кажется, это нормально. Когда же мы вдруг начинаем требовать, что что-то надо запретить и вывести, ну, я не думаю, что это успешная практика. Хотя, я повторяю, что она может быть применена на какой-то период в каком-то конкретном музейном строительстве, вот в конкретном музее, в какой-то музейной структуре. Лен, я думаю, что еще мы послушаем, что-то у нас сегодня так все взволновались по этому вопросу. Сергей из Петербурга звонит. — Добрый день, господа. — Да, здрасте. — Вы знаете, вот соцреализм, это, по-моему, то же самое, что КГБ, передовой отряд нашей, вернее, боевой отряд нашей партии. Во-первых, это не искусство и не отражение реальной действительности. Я что-то не помню монументальной статуи заключенного там где-нибудь в ГУЛАГе. Или это самое, тоже в жанре соцреализма, этого картины, закрытый распределитель там для этих членов КПСС. Вот, и, понимаете, я думаю, все-таки это надо как-то приравнять гитлеровскому искусству, потому что это так же красиво, как и гитлеровское, но люди должны понимать, что это одно и то же. — Ясно. — Может быть, как-то образумит... — Ясно, Сергей, понятная позиция. — Это не одно и то же, и сравнивать коммунистический режим с фашистским крайне глупо, недальновидно и приводит к совершенно катастрофическим историческим последствиям, как мы видим, что сейчас происходит с политической действительностью после разрушения Берлинской стены. Это одна из самых больших ошибок, которые, в принципе, можно осуществить. Что касается советского искусства, то искусство вовсе не обязано отражать действительность, да, как я уже сказала, слово «реализм» вовсе не значит, что они ставили такую задачу. — Гать, хорошо. Значит, что у нас не было тоталитаризма, значит, Сергей... — Всё гораздо сложнее. — ГУЛАГа не было. — Понять... ГУЛАГ был, но когда мы говорим об искусстве конца 20-х, начала 30-х годов, там есть изображение ГУЛАГа у Родченко в его фотографиях Беломорканала, в Томпене, и это совсем непростые фотографии, и за ними стоят очень сложные размышления человека того времени. И скульптура Мухиной «Рабочая колхозница», невозможно её сравнивать с произведениями, изображающими Гитлера, с какими-то образами. Принято сравнивать эти два павильона, да, которые стояли на Парижской выставке 1937 года, советские и нацистские. На нацистском был изображён орёл, символ власти, а на советском стояли «Рабочая колхозница», символ освобождения. — Понятно. Андрей? — Ну вот Катя упомянула про Родченко. Родченко в своих дневниках в 40-е годы писал, «Мы стали никому не нужны, нас раздавила эта империя ложного реализма». Родченко был как раз один из тех, кто пострадал, и кто пострадал не один, десятки, сотни художников, были просто лишены возможности что-либо сотворить здесь, делать. Понимаете, вот Мельников, гениальный архитектор 20-го века, 50 лет ничего не мог сделать, не построить, не даже сделать свою выставку в СССР. То есть я-то считаю, что проблема заключается не только в том, что это хороший стиль или плохой. Проблема заключается в том, что этот тип искусства, он является просто не творчеством, это и есть форма государственного служения. Это государственная служба. — Давайте, мы вот ещё что... — Сейчас, тогда решили. — Если, скажем, на государственной службе тебе приказывают написать Сталина, ты пишешь Сталину. Если тебе приказывают написать Патриарха, как сейчас, ты пишешь Патриарха. Я хочу сказать тем самым, что соцреализм — это вовсе не только 20-е, 30-е, 60-е, 50-е, 60-е годы, это и сегодня большая часть так называемых художников, начальников или начальников членов Союза художников и Академии художеств, которые продолжают то же самое государственное служение. Только теперь, правда, это стало... Власть как бы размножилась, стала разнообразна, так? Но, тем не менее, они всё равно конъюнктурно заискивают и всё равно пишут то, что прикажут. И надо сказать, что такое искусство было и в XIX веке, и до этого, и достаточно давно живое искусство эти меха оставило, из этой формы вышло. И больше, фактически, талантливых, перспективных, интересных форм искусства в этом типе работы художника не наблюдается. Вот посмотри, у тебя появляется союзница, которая явно тебе не нужна. Смотри, что пишет православный журналист Наталья. «Соцреализм в плане масонских звёзд и чучела Ленина, разрушителя православия на Руси запретить надо». И идеализм с голым задом и уродством кулика с маленькой буквы под названием демократический реализм также необходимо пресечь, запретить и наказывать за подобное. Вот так вот можно от запрета. Леонид, вот всё-таки насчёт отелитаризма. По-моему, ты как-то придерживаешься, я не сказал бы, средней линии, но... Нет, я не придерживаюсь средней линии, я категорически против тоталитаризма, и понятно, что я не защищаю ГУЛАГ. Но произведения социалистического реализма мне представляются интересными памятниками культуры. Культуры ужасной, деформированной, но действительно интересной. Кроме того, в России... Но памятник Дзержинскому интересной работал. Памятник Дзержинскому интересной, но я уже сколько... Я член Совета по монументальному искусству при Городской Думе и регулярно голосую против его восстановления на Лубянской площади. А регулярно, значит, регулярно предлагается. Регулярно предлагается, да. Предлагается, но надо сказать, что члены этой комиссии регулярно это предложение отвергают. А вот еще, что он пишет. Богатеньким буржуям хочется запретить социализм. Такие братки, как Ерофеевы, всячески стараются в этом плане. Но даже ваш попугай Виктор понимает, что это бесполезное занятие. Вот такие вот знатоки жизни. Так, Виктор из Курской области. Да, Виктор, ваше мнение? Здравствуйте, господа. Я вот что хочу сказать в связи с вашим выступлением. Значит, как таковой сам социалистический реализм, он уже, мне кажется, окончился из существования. Потому что кончился период социализма, и сам такой реализм, он отпал. А сам реализм, как таково, он, конечно, остался. Потому что, возьмите, вот, художников, например, вот Рогаль был художник, я знаю, на выставке его видал, Красноярск, это Иркутский, там места зарисовки, Байкалы, там, тайги. Был, значит, Мешков, красноярский художник, связанность работы с севером, с заражением, там, северное сияние, еще чего-то, Норильска. Ну, это социализм. Вот видите, как склинивался в это искусство. Мы должны что-то были показать. Массовые выступления рабочих, стройки. Вот, посмотришь, вот, в Манеже раньше демонстрили, эти выставки были, к всякой годовщине. Там машины едут, это грязь месят, рабочие сидят на куче этого песка. Или, вот, возьмем, скажем, Никонов, изобразил трех геологов, как будто, как все равно, эти, общипанные курицы сидят. Это там, это то ли в пустыне, то ли не пойму на чем. Понятно, Виктор. То есть, выясняется, что этот социализм был для Виктора из Курской области недостаточно социалистический. Даже-то они сидели там ощипанно, и нужно было что-то сделать. Или там у Попкова вот эти, у Братской Гео, там они тоже какие-то прочноватые сидели. На самом деле, значит, нужно было еще более героические, наверное, золотые, те самые статуи, которые были на ВДНХ. Нам надо уже выходить на новости. На новости скажу, что в 21.07 и сегодня, в воскресенье, в 20 часа ночи, вы услышите повтор программы «Дороги свободы» и тема выпуска «Носилие во взрослой жизни». Как отсудить у государства денежную компенсацию за причиненную сотрудниками милициями моральный ущерб? Вот это узнаете после нашей программы. В Москве 18.30, коротко о главных событиях. Радио «Свобода» новости. В Харькове вдруг в супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства. Ранены 14 человек, 4 находятся в реанимации. По предварительным данным, бомбы были заложены в камеры хранения. В Карякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов. В результате землетрясения в пятницу по последним данным пострадали 38 человек. Семеро госпитализированы. В столице Бурятии, Улан-Удэ, прошла акция в защиту Байкала. В митинге протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в непосредственной близости от озера участвовали около 500 человек, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Костроме избиты четыре гражданина Китая, студенты местного университета. Нападавшие и задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». На открывшейся сегодня сессии парламента Ирака избран новый спикер. Им стал сунницкий политик Махмуд Аль-Машхадани. В ходе сессии депутатам предстоит также сформировать новое правительство. На юге Афганистана при взрыве погибли четверо канадских военнослужащих. Как сообщил представитель командования военный автомобиль подорвался на заложенной на дороге бомбе в провинции Кандагар. В пакистанском Кашмире произошли столкновения полиции с пострадавшими в результате прошлогоднего землетрясения, которые требуют выплаты компенсаций. Полиция использовала водометы для разгона толпы. Сообщается о четырех раненых. На улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов. Несмотря на решение короля Генендры восстановить многопартийную демократию, в столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки людей. На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу энциклопедии «Русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафеев. Кто бы ни был с нами, тому мой пламенный привет Пасхальный. Сегодня у нас в гостях искусствовала Евгения Дёкать, Леонид Бажанов и Андрей Ерофеев. Тема нашей передачи, если кто еще это не понял, надо ли запрещать социалистический реализм сегодня. Звоните нам по многоканальному телефону 8 800 222 12 и пишите нам на пейджер в Москве 96143 в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00 абонент радио «Свобода». Николай пишет нам «Социалистический реализм отвергать нельзя, а вот авангард в искусстве это плохо. Он уводит человека от реального видения жизни, а также от понимания настоящего искусства и насущных политических и социальных проблем». Так пишет Николай. Кать, что с Николаем нам делать? — Насчет актуальных политических проблем, мне кажется, Николай в принципе прав. Я бы посоветовала ему как-то получше разобраться в искусстве авангарда, поскольку она его как раз к этому приведет. А что касается социализма, то я, конечно, поражена нашим интеллектуальным бессилием перед ним, потому что мы все и наши собеседники, и мы здесь все под этим понимаем какую-то массу вот употреблялись здесь ассоциации с какими-то выставками в Манеже. Такое впечатление, что на каких-то открытках мы видим какую-то кучу ужасных картин, действительно сервильных, как Андрей говорит, там как-то выражающих свою любовь к власти. Но наша задача и состоит в том, чтобы из всей этой массы выделить действительно интересных, важных художников. — Ну, выдели, выдели. — Ну, конечно, это Дейнека, разумеется, это Штеренберг, это художники, многие из которых начинали свою работу. — Это все довоенные люди. А после военной надо исключить, да, я согласна. — А, 50 лет исключить. — Надо выделить Коржева, надо выделить несколько фигур. — А все с Локтионова и... — А с Локтионова тоже надо выделить, — Одну картину. — Их очень мало, Андрей, но это возможно. Андрей, бывает такое. В Испании в 17 веке было гениальное искусство, а в 18 веке не было. Так бывает. — Нет, подожди, а с другой стороны, у нас было прекрасное искусство, которое вот было параллельно им. — Да, и его тоже надо выставлять. — А ты считаешь, что это альтернатива, да? — Были десятки. Да, я считаю, что это не альтернатива. Я считаю, что это не одно и то же, что с одной стороны было искусство, которое намеренно навязывало языки, которыми человек не мог себя адекватно описать. — Ты описываешь каких-то злодеев, которые сидели там в союзе художников, а я говорю про искусство само, а не про то, что делали его авторы. — А Диенека был злодей? — Нет. — Не был. Но, по-моему, он замечательный художник. — Диенека был человек, который сдался. Это вот, знаешь, человек, который капитулировал, — Ты как-то очень лично всё это рассматриваешь. Кто из них был, какой человек. Мне, в принципе, это не очень важно. — Скорее политически. Вот Марина пишет, много лет назад я увидел чёрный квадрат Малевича и почему-то уверена, что все квадраты других цветов запрещены, иначе они бы тоже висели на стенах в музеях. — Ну, она абсолютно права. Малевич запрещен состальный квадрат. — Молодец. — Сам-то рисовал. — Нет, висят квадраты. — Красные, красные висят. — И самых разных цветов. — Давайте послушаем ещё... А, у нас продолжается... Михаил из Москвы звонит. Михаил, ваше мнение по поводу социализма. — Господа, добрый день. Можно мнение не искусствоведа, а просто, так сказать, человека простого. Значит, я чего хотел сказать. В советское время ведь творилось не только то, что можно было бы назвать советским искусством, ну, по крайней мере, не всё то, что в него влезало. Вот, например, ну, возьмите там Вадима Сидура, отнесите его куда хотите, да? — Замечательный Сидур. — Ну, да, замечательный Сидур, между прочим. А потом, с другой стороны, если взять уже такие совершенно дуболомные вот вещи, я бы их сохранил, честно говоря, просто как-то тоже своего рода совершенные предметы, ну, характеризующие время. Ну, и напоследок, немножко такая грустная нота. — Да, пожалуйста. — Значит, по-моему, сейчас мы благополучно вкатываемся в него этот, как его, тоталитаризм, да? Так что, скорее всего, запрещать будут нас с вами, а не мы будем запрещать. Спасибо. — Так, Андрей, вот, кстати говоря, Михаил, что бы ты ответил? Может быть, действительно, это Леонид об этом говорил, что если мы начнём запрещать это искусство... — Нет, вообще, ты ввёл в заблуждение, по-моему, многих, потому что термин запрещения ты сам и предложил. Никто из нас про запреты не говорил. — Ну, тебе подозревал. — Вот. Другое дело, что... — Ну, пришёл кулик, сейчас мы будем разбираться. — Что мы оказались вдруг, не мы, вот в нашей компании, и мы в обществе, мне кажется, оказались вдруг в таком вот ощущении, что как бы советская власть далеко, что социализм кончился, что всё это давняя история, и давние дела, и мы живём в другом обществе, с другим искусством, с другой культурой. Ничуть не бывало. Вы посмотрите, что происходит вокруг, какая строится архитектура, вот в Москве в частности, какие вот снова появились выставки в Манеже. Всё это живо, всё это активно, всё это очень опасно. Это не идеологически нейтральный материал, это материал чрезвычайно зловещий, который выравится вокруг. сегодняшняя архитектура московская? — Нет, нет, я совсем не знаю. — Ну, наконец, нашли какое-то общее... — Да нет, мы абсолютно согласны с Андреем, только просто он сосредоточивает своё внимание на каком-то вырождении социализма. — Ну, правда. Значит, у нас в студии Олег Кулик, мы тебя приветствуем, позволь зачитать, что о тебе думает Светлана. Интересно, какое образование у Кулика? Этот иудей-оригинал, который чувствуется без образования, так пошло делая деньги, решив, что он продвинутый, оригинальный и современный. Как же его жаль. Вот так вот, Олег. — Хорошо, что жалеет. — Жалеет. — Обругало сначала... — Она меня не обругала, именно образования нет. Я единственное, это не иудей, но, в принципе, очень люблю иудеев в этом смысле культурном. — А вот мне нравятся русские женщины. Ну, сначала обругала, ну, как бы, она думала, что... А потом в конце пожалела. — Мне очень снится сатана. Знаете, я сегодня был в деревне одной, в Эквадоре, и там есть сатанинский день, когда девушки сидятся на заборе, а заборы такие мягкие, провисают, а по ним ползают юноши и как бы их ласкают пальцами, как бы сатанинские пальцы. День сатанинского пальца. Я подумал, что, как бы, вот, наверное, каждая женщина мечтает, как бы, один день побыть во власти сатаны. — Кулика. — Вот кулик всегда пройдет еще не скажет, такое забористое, иудейское или эквадорское. — Это, наверное, граница, просто граница мира, где встречаются юг и север, холодные, там потоки разные, всякие происходят обряды шаманские, на которых я один был, до сих пор как-то не могу прийти. — Я был только что в Нью-Йорке, вот буквально сегодня утром, и там-то никаких этих сатанистских нет, этих пальцев, совершенно все, так это совершенно... — Да, все же в Эквадор для этого ездят. Зачем сатанистские пальцы везде. — Так, у нас вы как раз оживились дамы. Татьяна из Петербурга. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Ваше мнение, пожалуйста, с вас ориентировать. — Вот я же послушала. — Да. — Да. Ну, воспринимайтесь с иронией тоже, вообще-то. — Такое появилось. Во-первых, господа, вы демократы. — Ну, я думаю, что, наверное, просто художники, а художники же... — Нет, ну вообще вот сама радиостанция такая, все у нас, идея о демократии. Запрещать ничего нельзя. О чем сейчас вопль идет? О свободе? Так, это одно. — А вы... — Это мне сейчас, пока я вас послушала. — Зачем, а вы-то сами кто? Расскажите. А вы-то сами кто? — Демократка. — Ну, слава богу. — Хорошо. — Теперь что хочу сказать. Вот насчет живописи. Вы, господа, профессионалы-искусствоведы тут. Я человек, интересовавшийся в свое время, ну, сейчас уже на второй сетях не так, искусством. Ну, я просто не близка сейчас. Возможности нет. Но живопись, раз речь сейчас идет о живописи, имеет два аспекта. Если в литературе социалистический реализм, это было несение вот словом идеи, то живопись имеет реализм два значения. Во-первых, это реалистическая манера исполнения. Просто нарисовано, нормально нарисовано, да? — Понятно. Понятно. Я все понял. Нормально нарисовано, значит, все-таки это хорошо. — Хорошо, да. — Это нормально. — Все-таки социалистический реализм, это не просто нормально нарисовано. Это все-таки социалистический реализм. Уж если мы о нем говорим. Это, конечно, искусство, которое нагружено идеологией определенной. Иногда нагружена, привнесена идеология извне, иногда она переработана и освоена самим художником. — Идеология всегда привносится. Любой взгляд идеологический. — Ну да. Нет, но иногда она привносится, иногда это исполнение идеологического заказа, а иногда это воплощение своих потребностей, вожделений и так далее. Кто-то в это верил. — Леонид, кстати, я хочу тебе напомнить, что лет 10 назад, лет 10 назад, да, когда ты еще работал в Министерстве культуры, возглавлял отдел по современному искусству, там, ты выдал такое предложение. Я хорошо, это помню. Ты предложил очистить тогда или облегчить, по крайней мере, хранилище российских музеев от огромного количества вот этих вот левомосховских, или там мосховских, или каких-то там лосховских, или прочих вот, связанных с Академией Союзных художников произведений, которыми все просто, все хранилище забито, правильно? От Москвы до Иркутска. Но дело в том, что очистить это не значит их выбросить. Их надо из художественных музеев перенести в музеи этнографические, исторические и так далее. Ну, в Тейт-галерее висят работы одного рода, а в галерее, портретные галереи в Лондоне висят... Значит, ты предлагал социализм перевести вот именно социализм, не все советское искусство, потому что действительно говорилось о том, что советское искусство было разное. Ну, во всяком случае, привезти в исторические музеи. Во всяком случае... Хорошая идея, кстати говоря. Просто рассматривать как некие исторические... Конечно, это культурные объекты. А у меня есть другая идея совершенно конкретная. Имеющая ценность. Моя идея совершенно конкретная состоит в том, что нужно уйти от вот этого представления XIX века о том, что есть живопись, там рисунок, скульптура и так далее. На самом деле, советское искусство исходило из другого, из так называемого мультидисциплинарного представления о творчестве. И что касается, например, 60-х, 70-х годов да даже и 30-х нужно показывать в музее, в художественном музее, в Третьяковской галерее фотографию, советское кино, советскую мультипликацию, например, которая представляла собой не что иное, как форму видеоискусства фактически, да, то есть движущегося образа. Очень похоже на многих современных западных художников работали наши авторы в 60-е годы. Графику, книгу, дизайн. Но здесь нужно проделать огромную работу, взглянуть на всё это свежим взглядом. И новые коллекции составить. А вот художник в конце 20-х, начале 30-х годов, он был жертвой власти? Или он сам хотел верить в коммунизм? Вот, Олег, как ты считаешь? Вот если бы ты жил на грани 20-30-х годов, у тебя есть воображение хорошее? Ты представь, ты бы стал социореалистом или бы отбивался от него? Я не жил 20-е, 30-е. А ты представь. Да, я представил. Я думаю, что я как бы вот пошёл в каком-нибудь потоке. Как бы пошло, так и пошло бы. А там было два потока, знаешь, было охватово. А я бы не сопротивлялся. Иду в фадеев. Я же, в общем-то... Нет, не правда, Андрей, ну что ты говоришь? Ну что это за примитивная картина мира? Очень многие жили в 20-е годы очень индивидуально. Как раз там появился такой образ, как бы вот затворника, основной кости, который живёт в башне. Очень много было таких художников и потрясающих поэтов, которые, может быть, не были идеологизированы, вышли, сошли на нет и остались в эпохе, скорее, дореволюционной. Но я бы тоже, как бы, вот, наверное, существовал бы вполне одиноко. Достаточно. Но я не думаю, как Филонов. Ну, как Филонов, кстати, сегодня утром я про него думал почему-то. Ну, я думаю, что лучше бы. А как это Филонов существовал одиноко, когда его окружало огромное количество учеников? Да, и умер с голоду, наверное, так и не съем ни одного ученика. Я не знаю, когда он был. Последние пять лет он жил одиноко. У нас тут разгорелся спор и между слушателем. Раиса пишет, православная Наталья, которая вам постоянно звонит, так ненавидит Ленина и всё советское, что кричит, запретить, запретить. Почему православные такие жестокие, если они верят в Христа? Христос – это любовь. Я тоже православный, но к Ленину отношусь очень хорошо. Давайте сделаем историю. Классифицируем Ленина и сделаем из него распятие в храме. Вот так вот, распятый Ленин. Классифицированный. Да чего его распинать, он и так, по-моему, хороший. Он соединит эти христианские гуманистические лозунги с социалистическими идеями равноправия. Просто потрясающий символ. И он перестанет быть мёртвым. Станет как бы живым. Мы видим, что Ленин сейчас так живет. А он так живет. Не, ну а почему-то лежит как мёртвый. Пусть тогда висит как живой. Это тебе кажется, что ты мёртвый. Это тело. Пусть висит, разговаривает, кстати. Пусть он говорит. Мы же можем сейчас компьютерно позволить себе. Пусть он отвечает на все вопросы. Он всё знает. Это интересный ход. Так, давайте послушаем Наталью Михайловну из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, о чём идёт речь? О живописи за 70 лет с 17-го года. Мне кажется, я не профессионал, реализм есть реализм. При социализме ли, при капитализме ли. Но есть тематика. Это или отражение жизни, или восхваление режима, или восхваление диктатора. Восхваление жизни, Марья Ивановна. По заказу, подождите, из доброй воли. И ещё есть талант, или его нет. Вспомним рисунки обрежья. Это же ужасно. Надо с малолетства учить детей воспринимать искусство, воспринимать прекрасное. И люди сами разберутся тогда. Вот моё мнение. Понятно, Наталья Михайловна. Хорошо, а как же тогда нам быть? Запрещать реализм, да? Вот и Кулига считает, что... Конечно. Потому что, как только мы его запретим, в следующем родился новый реализм. Каждое время требует свой реализм. Социалистический, капиталистический, конечно. Это выгоден для родителей. Как понимать этот запрет? Знаете, я же, запрещаю себе плеваться. Знаешь, что я себе запрещаю плеваться? Мы будем плюнуться. Ну, в принципе, лучше запретить, потому что, иначе с тобой не будут разговаривать. Они будут слушать более умные речи. Поэтому запрещаем что появился новый реализм. Капиталистический сейчас нужен реализм. И он есть. Дубострадский виноград. Это тот же соцреализм, только капиталистический. Мы его не запрещаем, но надо, уже пора запрещать. Вот Ерофеев готов его запретить, я его поддерживаю, чтобы они стали делать новый реализм, космический реализм, фацифический реализм, Ерофеевский реализм, Бажановский реализм. Чем больше реализмов, тем больше можно нам... А Катя на Катя на реализм? А с Катей мы уйдем в лес и будем танцевать вальс в осеннем лесу. Абстракционизму, отвязанности от жизни, чистому сознанию. Но это для немногих. Зачем мучать многих? Дайте им реализм. Пусть они едят, сколько хотят этой демократии и свободы, и реализма. Так, а вот Иван Иванович почему-то обрушился на Бажанова. Уважаемый товарищ Бажанов, вы самый главный защитник старого идеологического направления в искусстве. И вы до сих пор остаетесь человеком, который морочит людям голову в искусстве. Вот знаешь такого, Иван Иванович? Нет, не знаю. Мне лестно... Мне лестно представление обо мне морочу голову, ну, не знаю. А почему старого идеологического направления? Не знаю, не знаю. Иван Иванович Иванович лет 15, я думаю. Ну, если я не поддерживаю идею запретить соцреализм, это не значит, что я поддерживаю старое искусство. А вообще старое искусство люблю. Было хорошее старое искусство, было плохое старое искусство. А вот эта прогулка Сталина и Ворошилова возле Кремлевской стены, вот она идеологически, вот это... А вот было бы удобно говорить конкретно. Вот если эту работу, она очень большая, она занимает много места. Я бы её перенёс в какой-нибудь исторический музей. Я не думаю, что это произведение собственно художественное. И можно найти просто другие работы, которые были бы достаточно убедительны для зрителей. А если это рассматривать, как хитричный, весело к этому отнести? Ну, вот да, есть такая альтернатива, значит, вот эти картины со Сталином убрать, а выставить... У тех же художников есть такие хорошие, совершенно не тоталитарные картины, которые изображают букеты цветов, да? Повесить... Они небольшие, да, места много они не занимают. Переработали об Италии. Да, написаны они красиво. Даже можно практически было бы какую-нибудь частную коллекцию продать, если бы разрешил Третьяковская генерия. Вот это вот всё повесить. Это гениальная частная коллекция. Багри Патарцикшвили купит за 20 миллиардов долларов. Вы знаете, вот есть такой момент ещё, что всё-таки мы забыли про то, что существует, например, великолепная живопись. Вот когда смотришь какую-нибудь продукцию символистов или академистов 19-х, там какой-нибудь Бугеро, и вдруг выходишь на Ван Гога. Вот я недавно в Германии ходил по такой выставке символистов, и вдруг рядом в зале Ван Гог и Сезанн. Ну это просто, ну это чудо, понимаете? Вдруг мы... Это живой язык живописи. Это красота, это... Кто? Эти и рифтарии. Вот я говорю Ван Гог, понимаешь? И когда мы вот так вот, может быть, кто хихикает, кто там поклоняется, кто говорит, мы обсуждаем материал, в принципе, гнилой по существу своему, плохо сделанный, халтурный. Андрей, лучшие грибы растут на гниловом материале. Халтурный. Ты не понимаешь, же имя связанное. Поэтому если бы у нас ещё рядом было бы, если бы у нас было действительно устойчивое, как бы устойчивая база, хорошее воспитание, вкусы и так далее, если бы мы знали своих Ван Гогов, которых, кстати, мы именно не знаем, потому что у нас глаза засорены вот огромным количеством вот этого дурного материала. Вот мы же не знаем Мельникова. У нас эти памятники гибнут в Москве. Великолепные памятники конструктивистской архитектуры. У нас Родченко тоже гибнет. Погиб. У нас погибли масса произведений великолепных, потому что вот мы не смогли отделить... Ван Гогов погибли, видите? Не у нас. Так, осмотрим, что Светлана из Москвы пишет. Давайте лучше запретим Церетели, которые из уродов в Москву, а заодно Глазунова, Шилова, Сафронова и все портреты, но кого? Путина. А социореализм более безобиден, чем то, что сейчас происходит. Светлана, Москва. Ну, я думаю, недолго ждать осталось, что Церетели запретят. Неправда, неправда. Жить Церетели жил, жил и будет жить. Ну, вот такие есть мнения. Так, Александр из Москвы, будьте добры. Ваше мнение. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, вопрос риторический, можно ли бороться с тоталитарным искусством, с тоталитарными методами. Конечно, нет. И более того, в любом искусстве человек, талантливый человек, он может работать в любой форме и всегда будет талантлив. И в социалистическом реализме, как и в любом другом, и в голливудском реализме, и в русской, кстати, традиции иконописи, мало реализма. Как в Мухинской, как в Мухинской работе, в скульптуре, так сказать, рабочая работница, мало реализма. Но что-то есть здесь, есть вот в этом нашем искусстве, больше реализма. Да. Оно вот этот вот мостик перекладывает оттуда. Оттуда. Ведь, хорошо вы сказали про Сталиниану и Лениану. Да. Делали из них, делали икону, делали святых из них. Знаете, вот новых святых. Правильно. И это традиции, вот русские традиции. Вот смотрите, как легко хохлама превратилась в советскую, в социалистическую хохлому. Никакого реализма. Да и вообще говоря, в искусстве его не должно быть никак. И я не вижу большой разницы между вот этим самым соцреализмом, я не говорю о придворных художниках маленького, так сказать, таланта, а и между конструктивизмом начала века. Вы понимаете, здесь идет поиск вот этой самой души, русской души и отзыва. Ведь у нас Ван Гога не потому нет в России, потому что нет талантливых таких людей. У нас не отзывается вот на русская душа, на эти картины, потому что там другие принципы. Даже вот приближающийся праздник, он совершенно различный. В западной традиции и в православной традиции. Возьмите православную икону и католическую икону. Там... Давайте делать духовный реализм. Да. Я уже понял. Нет, Александр тоже вне свою как бы струю размышления общие. и получается все-таки вот какая картина. Я так понимаю, что Андрей хочет ну убрать соцреализм по крайней мере на 10 лет потому, что это опасное искусство и кроме того эти люди действительно нанесли вред политически и наверное продали что ли. Ну как бы это люди, которые продались. Да. Они трусы, ну негодяи. То есть в личном смысле. И кроме того многие из них неталантливы. Я правильно тебя понимаю? Да я думаю, что они учат нас и учат для наших родителей говорить на том языке, на котором адекватно невозможно описать 20 век. И поэтому мы жили в обществе не 20 века, а в обществе 19 века. Поэтому мы пропустили 20 век. Это вот это один из следствий и системы и искусства этого, который был важным элементом этой системы. Но здесь можно возвращать, потому что можно сказать, что вот русская как раз душа она вообще пропускает все века, она вечно и ей плевать, что 20 век, что 19. Душу плевать отхожу, ты говоришь. Да, душу плевать. Да, пожалуйста. Я вот хотела бы под конец согласиться с Андреем. Вот слушая наших собеседников и в студии, и извне, звонящих, я поняла, что проблемы социалистического реализма абсолютно никого не интересуют. вот, например, сидел бы тут какой-нибудь художник 20-х, 30-х годов, он бы вообще нас не понял, да, мы бы не поняли его, потому что он бы говорил о критике капитализма, о построении нового общества, нового человека, о будущем, о каком-то развитии истории. Я здесь слышу в основном только про Пасху, православие, и это есть то, что интересует современного человека. Поэтому я вот решила поддержать идею на 10 лет соцреализм убрать, потому что когда картины со Сталином были запрещены, да, в 70-е годы, они ведь были запрещены, из этого родился замечательный соц. арт и концептуализм. Родились художники Кабаков, Булатов, которые стали работать с этим материалом, который никому не был нужен. Поэтому если мы сейчас вот все это спрячем, то, может быть, у нас родятся новые хорошие художники. А если запретить Кулика, то, может быть, потом будут такие подкулековцы такие. Да, да. Это слишком много чести, но я думаю, действительно, Катя абсолютно права, что надо запретить, но так немножко иронически, как бы, что мы любим это искусство, мы так выросли. Ну, вот немцы запретили не иронически. Да, вполне иронически, сейчас везде показывают, сейчас такая выставка прекрасная идет под геной искусства Муссолини. Ну, это Италия, это такое. Я говорю, давайте выпьем за фашизм, но только итальянский, за черный, а не коричневый. То есть он всегда будет, реализм, фашизм, всегда есть это стремление темных масс. Черные массы должны получать свое искусство, Путина будет максимально светлым, то есть Муссолининским. Хорошо, вот у нас еще Михаил из Петербурга. Михаил. Алло. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел бы остановиться на двух или на трех моментах. Первое, что коммунизм и нацизм, это, так сказать, у вас там дама сказала, что это глупо сравнивать. Надо сравнивать не то, что была конституция в России лучшая в мире, а практика. А практика нацизма и коммунизма была одна и та же. Только немцы афишировали это все, а коммунисты говорили одно, а делали другое. Это совсем по-разному. Что касается искусства, то, скажем, стадо коров у Добеньи, где-нибудь на заливном лугу, чем оно может отличаться от стада коров в советское время? Только то, что нарисованные коровы не соответствуют тем коровам, которые были в колхозе, с палыми, боками и не дающие даже двух тысяч литров молока. Поэтому здесь надо речь, может, исти только о том, чтобы запретить, может быть, картины, изображающие вождей преступного коммунистического режима. Но на это должна быть политическая воля. Вот так вот. Хорошо. Давайте еще, вот у нас 30 секунд осталось, решим вопрос. Что надо делать с социализмом? Разрешите, абсолютно забыть о нем. Так, это Кулик сказал. Бажан. Соцреализм это историческое наследие с очень интересным, непродуманным, непронализированным опытом и практикой. Я думаю, что это надо оставить, чтобы мы могли это видеть, знать. Показывать кино, в первую очередь, как важнее из-за искусства. Мы так показываем, да. Андрей. Я думаю, надо сделать большую выставку и книгу исследования о том, что такое соцреализм. Вот я делаю, я делаю. Ну, значит, надо посмотреть, почему суд? Надо сначала посмотреть, а потом уже решить. Товарищеский суд. Добрый, товарищеский суд. Хорошо, наше время уже истекает. Скажу, что сегодня, 22 апреля, с 19 по 21 час в Москве в эфире Радио Свободы итоги недели ведет программу Дмитрий Волчек, правоэкстремисты убили московского антифашиста. Мишель Уильбек рассказал москвичам о том, как он хочет умереть. Эти и другие темы будут в программе Дмитрия Волчика. На волнах Радио Свободы мы завершаем нашу программу дезиклопедию русской души. Большое спасибо нашим гостям. Мы говорили о соцреализме. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская вел программу Виктор Ерофеев. Благополучие зависит от безопасности. Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными. Скорая помощь госпитализировала студента срезанной раной в области шеи. Новости на свободе каждые полчаса быстро и точно. Это такая топорная попытка шантажировать Россию. Был установлен кесть эмиссара Аль-Каиды Абудзейта. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71 и 24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, и 11805. Слушайте Радио Свобода.